Ну, хорошо, вроде уже 12.01. Я так понимаю, что Ольга что-то сначала хотел порассказывать, а потом что-то попробовал порассказывать я. Да, да, я не рассказывать буду, я делал некое объявление, ориентируясь, поясню, что происходит вообще, не сколько для тех, кто сейчас здесь, сколько для тех, кто порой спрашивает о ТИПе, чтобы новости доходили бы не только в сообществе, но и можно было понять, что происходит. Все началось... У нас ситуация переворачивает. Все началось с моих веков по статистической геометрии, и изредка, честно, там попали и другие люди. Вот это было неприятно и неожиданно. А теперь ситуация переворачивается. Буду выступать не я, но иногда, вероятно, иногда я буду, как я сейчас испортно рассказываю, но это будет событие нечастным, как включение у других участников раньше. Это было первое, это было. А теперь наоборот. У нас появляется, ну, я надеюсь, клуб. И вы знаете, меня, вот поверите ли вы, друзья мои, что меня буквально мучил вопрос, как же клубу называть? Ну вот, ну пока вот я вернусь в мысленном названии «Крузов». Мне очень понравится это слово. Вот в то время, когда люди хотят называться как-то «Рамутский центр всего мироздания», «Колитическая ассоциация», «Академический университет», ну, как угодно. Мне кажется, что можно выделиться, если называться как-то скромно, но потом все началось с круговой геометрией, поэтому «Крузов» сам по себе, ну, очень естественное название. Бывают кузовки математические, там поясняются, а «Крузов» беспролагательного, это даже, по-моему, немножко свежо, напоминает лишний раз, что фрукты – это что-то замечательное и необычное. Когда я так вот обдумывал, я стал невольно вспомнить, какие вот такие кузовки бывали, ну и, конечно, я не мог не перейти к кодбитам, потому что невозможно не думать о нашем роде на кодбитах, если рассказывать, что это круглое. О чем-то круглое. Вот там вот есть кольцо, но оно зловещее. Его требуется как бы… А, кольцо всевластия. Да-да-да-да. Его требуется уничтожить. А кружок – это не прямо, может быть, кто положен. Кто делает кольцо? Оно делает обладатель милицию и дает ему какую-то власть. А кружок, который вот в моем воображении рисуется, он, наоборот, скорее. Власть он никакой не дает никому особо, или не особо. Но он обладатель и участникам делает более видимым. Ну, злов помогает проявиться и в таком виде, но лучше наладить свойство у тех, кто в нем участвует. Он таком вроде, вот не его нужно уничтожать, а наоборот развивать. Вот такого рода мы очень вертились в мою голову. И мне хотелось с ними поделиться с тем, что не только перед вами, я не думаю, что для вас мы долго-друга немножко знаем, это есть очень новый центр, слушаем текст, насколько это более или менее случайно. И другое, что я всех пользуюсь, что я всех приглашаю, приглашаю и в Думы, и в Трубку, в Телеграме. В нашем Крупске, конечно, есть там 10 сторожилов, и это мы в основном говорить, но это открытый кружок, и если кто-то послушал, захочет с чем-то поделиться, пишите, пожалуйста, всем будет интересно, и, скорее всего, у вас будет такая возможность, может быть, мы скажем, посмотрим. Может быть, постепенно вот, ну, это, да, вот, Игорь, ну, я думаю, это как бы ну, заскопка, по крайней мере, кольца – это наш секрет. Ну, вот, я так думаю. Вот, и надо же что-то оставлять до мысли тем, кто добрый день. вот, значит, пока я хочу еще пояснить, что Zoom – это вещь, открытая для всех, всякий может нам присоединиться, и здесь быть, ссылка ведь на Zoom будет в Телеграме, и поэтому всех приглашаю. Так, еще одна деталь. Друзья, если вам интересно, пожалуйста, ставьте лайк. Мне было об этом неловко говорить, пока я был самым главным сказчиком. Я по ну, по струмности не знал все это говорить. Ну, отчасти, скажем, я думаю, что и только по струмности, но и по некоторым так, вот, коммерию, недовительности некоторых ассеновцев. Привык действовать определенным образом, не осчитывая ни на кто. Но и то мне лайкеры не рады, а не все столь привыкли действовать, не обращая внимания ни на кто, как я. Вот, и, пожалуйста, ставьте лайк. Это очень сильно помогает. И лайки, отсутствие лайков разрушает отсутствие лайков разрушает терапия оптица. Вот на этом я заканчиваю. Пожалуйста, ставьте лайки. Если вам было интересно, немножко вы там смотрели, пишите, пишите ваше мнение о чем не стыдно простое спасибо. Если вам что-то согласны, пишите, вот, пишите, пишите, это замечательно, друзья мои, как я иногда писал, пишите, вы можете хвалить не стесняет и вежливо стыковать. Пожалуйста, сделайте это. Я заканчиваю. Дима, теперь твой черед. Ну, во-первых, я думаю так, что сейчас, поскольку собственно цикл лекций по эстетической геометрии закончился, очень уместно поблагодарить Револьф Револьтовича и за организацию, и за замечательные лекции. то есть, большое спасибо. Спасибо вам. Ну, а я попробую что-нибудь порассказывать. Я, видимо, как прошлый раз Вольф делал, я, чтобы чуть-чуть был какой-то отдых, какие-то моменты, буду разнообразить чем-то нематематическим, потому что вы устанете от математики. Так, сейчас я попробую сделать screen share. Так, вот, какой-то смысл в этом появился, да? Так, теперь, теперь мне нужны нутс, так, и вот у меня тут так, эту штучку мне нужно что-то прогнать, она мне будет мешать, и вот у меня есть какие-то, какая-то бумажка. Значит, я хочу сразу поговорить следующее. Как бы мы планировали, что я буду рассказывать про матрицу, но в некотором смысле, ну, довольно странно рассказывать про имя, не зная ничего про человека. Матрица не является самим по себе, ну, то есть, их, конечно, можно изучать независимо, сами по себе, это некая игра ума, но они не являются самостоятельным объектом. Это координатная запись преобразований. То есть, надо понимать, что, и вот это я постараюсь говорить, говорите, сначала поговорю о том, что мы записываем в виде матрицы, а уже потом, уже, это как раз то, с чем боролся Волька в своих лекциях, избегать координат. На самом деле, ведь, если, например, мы хотим доказать какую-то теорему на плоскости, да, значит, как-то мы говорили про плоскость Лобачевская, и было понятно, что можно, конечно, сказать, что, допустим, не нашли противоречий, значит, пятый постулат можно и отменить, получится что-то другое, но все-таки необходимо было построить модель, то есть, реально доказать, что такой объект существует, может быть, мы обсуждаем нечто несуществующее. На самом деле, то же самое происходит и с евклидовой плоскостью, и в евклидовой плоскости, естественно, есть модели. Самая простая для нас модель, которая всем привычна, это такая модель, ну, для плоскости, это модель. Так, это просто пары координат. вещественные числа. Дальше мы определяем расстояние. По определению, корень квадратный, а, нет, сейчас, это длина вектор, это я даже сотру сразу же. Я лучше определю расстояние по-честному, расстояние между точками x1 y1 как это делается правильно, так, x2 y2 просто по определению равняется корню квадратному из x1 минус x2 в квадрате плюс y1 минус y2 в квадрате. Ну, это как бы теорема Пифагора написанная в таком виде. Дальше все объекты, которые нам нужны, отсюда легко выписываются в виде формул. И замечу, что всячески разные теоремы, которым, ну, например, Лойко предлагал разные доказательства, иногда более хитрые, иногда менее хитрые, при современном развитии компьютерной алгебры, ну, человеку лень просто возиться с длинными формулами, все они просто доказываются вычислениями в координатах. Эти вычисления мало что поясняют, они могут быть длинными и мутными, тем не менее все теоремы просто доказываются, вот мы сформулировали некоторое утверждение, записали его как формулу, дальше мы считаем, исходя из определения, просим посчитать компьютер, чтобы не запутаться и не наделать ошибок, он считает и доказывает все теоремы. То есть все эти теоремы на самом-то деле доказываются в лоб, важно ее сформулировать. Как только она сформулирована, всяческие теоремы про то, что какие-то пересечения касательных лежат на одной прямой и так далее, они все доказываются. Другая модель, я замечу, что это модели очень все нехорошие по некоторым причинам. Другая модель. Это вот какая модель. У нас есть векторное пространство и скалярное произведение. Сейчас я буду пояснять, чего это такое. Векторное пространство это какие-то наборы объектов. объектов. Их, как в русске пишется, их можно складывать и умножать на числа, которые вещественные числа. Так что выполняются все стандартные законы. Коммутативность, дистрибутивность по отношению как к коэффициентам, так и к виду. И скалярное произведение это отображение вот этого товарища два вектора превращает просто вещественное число и опять-таки стандартные правила. Стандартные всюду здесь выполняются стандартные аксиомы. Чем мне эти модели не нравятся, то есть они мне всем, конечно, нравятся, кроме одного, это все-таки не вклидовое пространство. Вот смотрите, вот я вам покажу вклидовое пространство. Вот. Перед вами вклидовое пространство. Вы можете как-нибудь сложить вот эти две точки? Точки вклидовом пространстве не складываются. это некий другой объект. На самом деле это то, с чего я начинал практически все свои курсы, аспирантские курсы по геометрии, это пояснение, что это не вклидовое, что есть разные вещи. Есть, бывает, векторное пространство пространство со скалярным пространством произведения. Есть и n, которое примерно то же самое, что и вклидовое пространство n, это координатное. и есть просто и вклидовое пространство. и вклидовое пространство я вам показал. В нем нет начала координат, в нем нельзя складывать точки, ничего не поделаешь. Оно вот такое. Как из него сделать векторное пространство с скалярным произведением? Самый простой путь такой. Мы идем отсюда сюда и мы выбираем выбрать ноль. То есть начало координат. Однако никаких координат у нас пока нету, только есть начало. Вот после этого мы можем пойти отсюда сюда, и выбрать координаты. То есть процесс происходит так. Первое, что мы делаем, первый шаг, мы ставим ноль и как только мы поставили ноль, теперь мы можем складывать вектора. И естественно есть скалярное произведение. Скалярное произведение в координатах, на всякий случай наверное нужно написать какую сторону скалярное произведение в координатах где-нибудь вот здесь. У нас оно выглядит так, конечно. Если мы хотим умножить х1, у1 на х2, у2, то мы пишем просто такую формулу х1, х2 плюс у1, у2. Самая милейшая формула. Никаких с ней проблем нет, мы можем сразу здесь радоваться. И у нас есть скалярное произведение. Да, на всякий случай вот откуда берется здесь расстояние по этой формуле, это просто нужно, оно берется из скалярного квадрата. Ну, в общем, это, наверное, для меня сейчас несущественно. Вот. Так вот, значит, это разные... Что у меня эта штука? Почему у нас не дружат? Да. Значит, первый шаг я поставил ноль, и у нас появилось уже векторное пространство с скалярным произведением из Евклидова. Следующий шаг мы добавляем координаты, что означает, что нам нужно выбрать, ну, для стандартных координат два примитикулярных вектора Е1 и Е2. Они примитикулярны, то есть Е1 Е2 равняется нулю. Е1 в квадрате равняется Е2 в квадрате равняется единице. И тогда мы попали сюда уже. Мы уже получили координатное эрклидовое пространство. Почему я про это так подробно говорю? Потому что без этого ничего не будет понятно вообще. Дело в том, что для нас основой, конечно, разговора будет будут сейчас что мне нужно сделать для этого? Так, мне нужно заполнить страничку. Так, что нам нужно сделать для этого? Это нам нужно будет линейное преобразование. Мы их будем именно их записывать в виде матрицы. Итак, наш основной объект будут не матрицы, матрицы только записи. Будут линейное преобразование. векторных пространств. Пространства. Значит, это будет тот объект, который мы будем изучать. Что такое линейное преобразование? Линейное преобразование определяется очень просто. Оно переводит, если мы берем два вектора, так, что-то превратилось. α1 A1 плюс α2 A2 то оно удовлетворяет следующему правилу. Можно раскрывать скобки и можно выносить коэффициенты. α1 A1 A1 плюс α2 A A2. Теперь хочу заметить, что стандартно в этой деятельности аргумент, если это просто короткий аргумент или что-то такое, он чаще всего не пишется в скобках. То есть, вот эти скобки в записи совершенно необязательны, но я их про форму поставлю. Но это так, как вопрос об изначениях. Вот это линейное преобразование. Вот просто это определение. Вот это определение. И их мы и будем изучать. Как только мы выбрали координаты, линейное преобразование можно записать в виде матрицы. Но надо понимать, что разные матрицы в разных координатах дают одно и то же линейное преобразование. С этим всегда сложность с координатами, потому что мы видим тот же самый объект, и мы не всегда можем понять, что это такое. Теперь откуда будут брать наше векторное пространство? Ну, во-первых, мы хорошо уже понимаем, что если мы изучаем лидовую плоскость, то как только мы поставили ноль, мы видим векторное пространство. Значит, а кстати, что будет без нуля? Без нуля, без нуля, то, что мы видим, это афинное пространство. Я не помню, как по-русски, сколько букв, сколько здесь ставится Ф. Наверное, по-русски одно. По-моему, там. Пространство. Я просто про эти вещи уже больше 30 лет рассказываю по-английски, так что я где-то могу именно в матератических терминах, потому что они по-русски и по-английски пишутся очень похоже, но с какими-то отличиями. Могу делать какие-то ошибки. Постараюсь этого избежать, но если что, буду спрашивать совета. Вот. Замечу, что в школе вам морочат, в школе вам все время морочат голову, начиная свои лекции для аспирантов и даже для четвертого курса ангелинга и стадис сразу начинаю объяснять, что у вас много лет в школе чему-то учили, и вот я буду тщательно вас от этого отучать. И сейчас я буду пытаться заниматься тем же самым. Я буду отучать от того, чему учили в школе. Например, вот есть такое школьное выражение, линейная функция. Вот. f от x равняется a x плюс b. Да? Это вранье. Это нелинейная функция. Давайте посмотрим. f от x плюс y равняется f должно равняться. Должно. f от x плюс f от y. Но это же ерунда полная. Мы видим a x плюс a y пока все хорошо плюс 2b. А должно быть одно b. b. Так что это никакая нелинейная функция. Такие функции называются афинными. И это линейная функция честное название афинная функция. Теперь дальнейшая история тоже будет сейчас несколько запутанной и неожиданной. Я потрачу первый час, как ни странно, наверное, в основном на рассказ, откуда будут браться наши линейные пространства. А уже потом мы очень быстро разберемся, как в координатах что-то посчитать. В координатах это значит в виде матрицы. Откуда берется пространство? Дело в том, что, конечно, вот это евклидовое пространство, вот надо сразу очень четко понять, что наше евклидово в векторное так пошло пространство. Это инфидизимальное вот это слово точно не сумею написать по-русски, мне проще написать. Ну, в общем, это инфидизимальная модель. модель в малом. То есть, в пределе очень близко к одной точке. То есть, в пределе в очень маленьких окрестностях. Точке. А, Дим, ты пишешь модель в малом. Модель чего? Вот, про это мы сейчас будем говорить. Дело в том, что в реальности все происходит, конечно, не в евклидовом пространстве. Как только у нас появляется какая-нибудь механика, появляются поля, силы и так далее, то разные точки имеют совершенно разные функции. И вот следующая вещь, с которой мы будем очень успешно бороться. Не будем, нельзя для чего-то более серьезного, чем афинная геометрия. Афинную геометрию изучать можно, прекрасный объект, да, но только это изучение, это все-таки изучение в малых, более реальных объектах. Например, если вы возьмете сферу, ну, мы вроде как живем на поверхности шарика, ну, так, приблизительно, как хорявенького шарика. Тем не менее, мы живем на поверхности шарика, ну, и как только мы попадаем в какие-то большие размеры, чем в пределах одной комнаты, в пределах одной комнаты будем считать, что мы почти перешли к пределу, и у нас, ну, близко мы к пределу находимся, и у нас почти локальная модель, которая является афинным пространством. Вот это я сейчас буду пытаться пояснить подробно, но если мы изучаем геометрию на поверхности Земли, то уже откладывать, наверное, нужно поставить кавычки, вектора от разных точек. Это совершенно безнадежное дело. Ну, на самом деле, давайте просто посмотрим на... Значит, наши объекты будут более интересными, ну, и на самом деле мы обсуждали сферу, можем обсуждать плоскость Лобачевского, там нельзя откладывать вектора от разных точек, нет понятия вектор, которого можно отложить от разных точек. Нельзя. Тим, одну секунду, вот там нет скалярного произведения, вот, и главное, что с другой стороны, что мы сферу, там, пост-слабачевского и так далее, мы с ним можем повлиять, что мы можем вложены в трехмерное трансфер. Нет, ну, полоскость Лобачевского в трехмерное пространство не вложить. Вот. Ну, мы можем с помощью тех или иных моделей, там, вот, и сделать с этим словом все-таки некая особая роль вектора пространства, хоть я представляю геониковой окружности, но вполне возможно и вклидово пространство это какую-то особую роль, я не знаю. И вклидово пространство играет особую роль. Несомненно. Я не знаю, как называется по-русски, по-английски это называется Блоап. Дело заключается в следующем. Я нахожусь в каком-то пространстве, Бог его знает, в каком, это плоскость Лобачевского, например. Например, плоскость Лобачевского. Я беру точку и осмотрю на всю эту плоску. Ну, она такая, не знаю, как ее нарисовать даже ее и вклидово пространство не вложить, даже в трехмерное. Но тем не менее. Но я беру маленькую окрестность этой точки, маленькую окрестность этой точки и раздуваю ее. Раздуваю ее, то есть увеличиваю ее размер. Где у меня цвета -то хоть какие-нибудь тут есть. Раздуваю ее так, чтобы увидеть что-то примерно единичного размера. Дальше я беру еще меньшую окрестность и снова я раздуваю примерно до того же размера. По мере того, как я уменьшаю эту окрестность, то, что я буду видеть, будут вот эти вот объекты и они будут сходиться к ивклидовому пространству. Поэтому роль ивклидового пространства на самом деле выдающаяся. Если мы находимся близко к точке, это все равно. Это может быть на плоскости Лобачевского, это может быть на двухмерной сфере. Я в размерности два с этим объектом ввожусь. Ничего страшного. Вполне. Матрицы два надо будем изучать. Ну, нет, матрицы мы будем изучать разного размера. Ничего страшного, когда до матрицы дойдет делающая. Вот. Поэтому роль евклидового пространства, конечно, совершенно принципиальна. Вблизи каждой точки, если мы такие совсем маленькие-маленькие мураши, которые бегают вокруг этой точки, мы видим всегда евклидовое пространство, на любом гладком объекте. Поэтому его роль совершенно отдельная, дающаяся. И в частности, вектора можно складывать в пространстве Лобачевского, например. Или на сфере. Никаких у нас с этим не будет. Давайте будем складывать. Понял? Чтобы не договорились, что ли? Договорились. Вот если у нас есть, например, пространство Лобачевского, я могу взять на нем точку и взять два вектора в этой точке. Как я их назову иначе, например, А и Б. Тогда у меня есть сумма А плюс Б. И это тоже будет вектор в этой точке. Хотите, по правилу, по лограмму, хотите, по кому угодно. Эти вектора все лежат, вектора в точке давайте дадим имя П. Точки П. Некоторые преимущества есть. Я вот смотрел, как Волька там борется с обозначениями в этих компьютерных программах и так далее. Мне уютнее писать от руки, потому что хочу поставить обозначение, хочу стер. Но это так. Тем не менее, естественно, если мы хотим делать точный рисунок, то есть огромное преимущество при наличии компьютерных вычислений. Так вот, давайте я сразу поясню, например, да, я сейчас скажу так. Мой рассказ не будет философским, он будет математическим, но, как говорят по-английски, я буду заметать какие-то проблемы под ковер. То есть, я буду пропускать доказательства. Такая связь, я вас мучить не буду, хотя для всего, что я скажу, есть формальные доказательства. Но давайте, например, посмотрим на сферу. сидящую в трехмерном пространстве. В ней есть вектора. Естественно, вектора для сферы, они не могут торчать в пространстве. Они должны касаться сферы. Правильно? Если мы возьмем вектора, касающиеся к сфере в какой-то точке, вот я взял точку, сразу, почему же ты переключаешься вот так-то все время у меня упорно? Взял два вектора в этой точке, я могу их складывать и снова получится вверх. на касательные плоскости. Кто это провел касательные плоскости в сфере? Вот я хочу этого не делать. Я могу в данном случае это делать, но мне это делать совершенно не хочется. Достаточно обратиться к знаменитейшей лекции Риммана, которая изменила очень сильное мировоззрение людей, где пояснено очень четко, что не надо никуда ничего вкладывать. Эта сфера случайно лежит в векледовом пространстве. Например, плоскость Лобачевского не лежит в векледовом пространстве. Ну, в трехмерном уж точно не лежит. Правильно? Тем не менее, мы можем изучать касательные вектора и так далее. Это совершенно не обязательно выходить в окружающее пространство. Окружающее пространство меня никак волновать не должно. Мы сейчас будем это обсуждать гораздо подробнее, поэтому давайте не будем забегать вперед, но значит но тем не менее я вот пытаюсь убежать от школьной программы и от идеи того, что сфера должна лежать в векледовом пространстве. Плоскость Лобачевского не лежит в векледовом пространстве, ну и ладно. Тем не менее, там есть вектора в каждой точке. Я заведу все-таки одно обозначение. Это Т, П. Это вектора. Слушайте, вектора или векторы? Ну, потому что векторы. Или векторы, да? Да, векторы, просто слоняюсь к вектору. Ну, если ты можешь мне объяснить, почему профессора и редакторы, слова очень похожие и профессор, и редактор. При этом редактор, но профессора. Я тут русский язык не совсем. То есть из американцев, из коренных американцев половина людей произносит эту букву, как положено по-гречески «фи», половина произносит «фай». Когда я спрашиваю, почему, они говорят, у нас есть такая проблема с этой буквой, потому что «пи» занято для другого, поэтому это должно быть «пай». Ну, ладно, это лингвистическое отступление. Я тут согласный хоть на вектора, хоть на векторы, но что для меня здесь важно в точке «пи». И от этой точки этот вектор оторвать невозможно. И вот на этом я буду очень решительно настаивать, что они живут только в одной точке. Сразу поясню следующую вещь. Вот без никакого доказательства и, как бы, постулирую, ну, не постулирую, а произнесу, не объясняя. Если у меня есть две точки «фа» и «ку», окей, и здесь есть вектор, этот вектор в эту точку отправить невозможно. Нет никакого способа. нельзя отложить «а» от точки «ку». Нет такого способа. Но, в принципе, можно. Как можно это сделать? Сейчас я скажу бездоказательно, тем не менее. Можно соединить их кривой. Давайте, есть почему-то традиция кривой обозначать буквой «гамма». Но можно перенести, перенести это математический термин «а» вдоль «гамма». Тогда у нас получится новый вектор, который я его как-нибудь даже нарисую и обозначу. Это будет вектор «а» со значком «гамма». Ответ будет зависеть от кривой. Какую кривую мы выверим, ответ получится разный, поэтому никакого единого способа перенести нет. Если я нарисую другую кривую, назову ее «гамма-1», то здесь у меня появится новый вектор «а» «гамма-1». И вот теперь я могу сказать, махая руками в воздухе без никакого понятного объяснения, что такое кривизна. Вы, наверное, слышали, что кривизна единичной сферы равна единице, кривизна плоскости Лобачевска равна минус единице и так далее. Так вот, кривизна измеряет отличия «гамма-1» и «а-гамма-2». Я чуть подробнее это сейчас поясню, но в принципе нужно про это думать вот как. Если мы взяли две точки, вот это «п», и «ку» будет близко близко к «п». «п» маленькое расстояние. расстояние. Русская буква «п». Вот. Тогда я могу нарисовать две кривые, лежащие в одной плоскости. В данном случае двумерная вещь. Правильно? И перенести тот же самый вектор «а», перенести его сюда. «а-гамма-1» будет и «а-гамма-2». Так вот, угол между «а-гамма-1» будет приблизительно равен кривизне, вот та самая загадочная кривизна, умножить на вот эту площадь. Чем ближе мы будем подвигать «ку», тем в пределе мы получим просто настоящую кривизну. Это определение кривизны без никаких специальных формул. Ну, конечно, дальше нужно доказывать какие-то свойства, но не в этом дело. Значит, все-таки перенос векторов в одну другую точку за него отвечает самый важный объект в геометрии, который называется кривизна. Опять-таки, чем выдающимся является эвклиговое пространство? Так, я не понял. Я не понял, что произошло. Ага, ладно, неважно. Этот предмет всегда меня смущает. Эвклидово пространство кривизна равна нулю. И поэтому можно откладывать век, то, ра и лилы от разных точек. Прошу прощения. Не откадывать, а откладывать там написано. Ну, да, 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 да. Произнес, наверное, правильно. Да. Прошу прощения. Я, немножечко, все-таки я привык больше писать от руки по-английски, потому что, ну, все-таки лекции я в основном читаю по-английски. к концу лекции я уже, наверное, переключу клавиатуру полностью на русский по мере сил. Да. Так вот. Я собираюсь делать маленькие интермедии в стиле Вольки, прочитать какие-нибудь стишки, потому что, если я вас слишком перегружу математикой, то глаза выпучатся, как у только что пойманного карася. Но стишки решительно без философии. Вот отличие от... Вот здесь кривизной панк. Вот это и есть гауссовая кривизна и в общем случае секционная гауссовая кривизна. Это то, насколько пространство отличается от Евклидова. В первом порядке любое, любое, любое гладкое пространство пространство в первом порядке Евклидова. А во втором порядке... Так, у меня здесь все закончилось, здесь что-то появилось лишнее. Так, это что такое? Так, здесь просто у меня какой-то дурацкий экран мешающий мне. Так, давайте добавим страничку. А во втором порядке это сфера или пространство Новочевского некой кривизны. зависящей от точки. Окей? То есть в малом, если мы будем раздувать пространство, то, как я уже сказал, в первом порядке мы получим просто Евклидово пространство с отмеченным началом координат. Это наша точка. Если мы будем мерить следующего порядка поправку, второго порядка, считайте, что можно метрику раскладывать в ряд Тейлора, то в следующем порядке мы увидим кривизну. Теперь все-таки некое доказательство, ссылаясь на классическую теорему, почему в принципе невозможно откладывать вектора от точки на сфере. Я ее нарисую в Виклидовом пространстве, если там как привычнее, потому что я также могу нарисовать на гиперболическом пространстве какой-нибудь модели. Она не будет лежать. Например, если мы нарисуем гиперболическое пространство в модели полуплоскости. Конечно, в каждой точке у нас есть векторы или вектора, которые можно в этой точке складывать. Не могу я этот вектор отнести в эту точку. Вот не могу. Если я выберу путь, по которому понесу, то могу. Вот этот вектор перенесется в эту точку как-то так, например. А если я выберу другой путь, то он перенесется иначе. Вот так перенесется. А разница вот этот уголок будет приблизительно равняться вот этой площади. То же самое и на сфере. Теперь представим себе такое чудо, что мы взяли этот вектор и перенесли его во все точки. Тогда что мы увидим? Мы увидим причесанный шарик. Правда? Мы увидим, что у нас на сфере в каждой точке выбрано направление непрерывным способом. И это невозможно. это классическая теорема 2С теорема из начального курса курса топологии. так что это сделать просто невозможно по топологическим причинам. Ничего не поделаешь. Шарик нельзя причесать. У него где-нибудь будет макушка. ну а если у нас есть направление, то никакой макушке быть не может. В этой точке происходит разрыв. Это не непрерывное явление. Поэтому сразу же договариваемся, что у вектора есть точка, в которой он нарисован. в разных точках есть разные вектора. Тем не менее, что для нас будет важно? Что для нас важно? Что важно? Каждой точке точки по отдельности вектора или вектора они уже совсем сбился образуют векторное пространство. И там будут жить. И там будут жить. Жить наши линейные преобразования и их координаты. То есть матрицы. Они будут жить по отдельности в векторных пространствах или в одной точке или в двух. Потому что можно линейное преобразование рассматривать не только одного пространства, а можно одно пространство переводить в другое. правила те же самые. Можно раскрывать скобки. Все правила линейного преобразования можно обычным способом раскрывать скобки. И вот теперь я буду рассказывать все-таки что такое вектор. Точнее для чего они нужны. А уже дальше из этого получится определение. У них есть три вида определения и третий я его приведу и пользоваться не буду хотя что-то про него скажу. Но конечно тоже не обязательная вещь, потому что если мы хотим что-то реально считать, нам все-таки нужны числа, а не символы. И поэтому векторов тоже будут координаты. но для чего нужны векторы. Векторы нужны для того, чтобы двигаться с данной скоростью. И мы уже сразу создали то, что создал Ньютон, мы научились записывать все как дифференциальное уравнение. Это просто обыкновенное дифференциальное уравнение. Ordinary одну реприку. Конечно. Я хочу сказать, что все-таки в науку именно в Ньютоновское время и позже вектора вошли как силы. Не только как скорость, но именно как силы. То есть мы тянем в одну сторону с одной силой, а в другую сторону тянем с другой силой. Только мы тянем объекты вектора как изображается силой и направлением, а ставится вопрос, в какую сторону нужно тянем чтобы уравновесить движение двух предыдущих. Ну и вот оказывается, что... Сейчас, 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 одну секундочку. Это прекрасный вопрос, но чуть-чуть преждевременный, мы к нему пока не совсем подготовились. Дело в том, что дифференциальное, это дифференциальное уравнение первого порядка. Когда скоростях? Ньютона уравнение второго порядка. то есть на производные скоростей. Вот здесь была у нас скорость появилась, а здесь производные скоростей АК АК это ускорение. И вот с этим будет огромная проблема. проблема с точки математики большая, а с точки зрения нашего физического никакой проблемы нет, насколько мы просто физическое обстоятельство наблюдаем вот какие-то исследовательные задачи, наблюдаем вот эту силу, силу, тяжести важную, с органом направлении и так далее. Например, вот с точки зрения опыта, как раз представление выражения парамелограмм сил, оно стало метафорой даже для истории, Герцена писал политические моменты с помощью понятного парамелограмм сил, имея в виду, что разная часть общества подходит в сторону и получается какая-то равноденствия. То есть здесь явление интуитивно намотки простой и знакомой, но даже более простой и знакомой, чем понятие скорости. Но описанное описывает его более громоздом. Давайте пока не спешить. Сначала давайте считать, что мы уже выяснили, как устроены скорости. Тогда у нас появляются уравнения первого порядка. Понятно, что перейти от сил, которые тоже становятся ускорения, к скоростям нужно решить еще одно уравнение первого порядка, проинтегрировать ускорение. Интегрировать ускорение будет равняться скоростью. Вот я вам приведу такую весьма прикольную задачку. У меня имеется озеро, на озере находится лодка. и здесь есть два сидения на расстоянии один метр. Давайте считать, что лодка это такое каноэ легенькое, что вес лодки равен нулю. нулю. Ну, пренебрежем весом лодки, но на этом сидении сидит мальчик или девочка, что вы хотите. Чего у меня получится, то и будет сидеть. Давай девочка сидеть. А девочка встает, топ-топ-топ, топ-топ-топ, встает, идет и садится на это сидение. Окей? Окей. Теперь мы сделаем такое предположение, которое для малых скоростей весьма разумно, что сопротивление воды пропорционально скорости вопрос. Насколько сдвинется лодка, когда все успокоится? изменится. Какие будут мнения? значит теперь еще раз сила сопротивление воды равняется какой-то коэффициент умножить на скорость лодки нет девочка нет если нет цене бесконечность это какое-то число будем считать что она двигается очевидно если нет сопротивления нет сопротивления то есть с равняется нулю то лодка сдвинется на метр на метр потому что она просто не лодки ничего никаких сил нет девочка перебирает ногами лодка продвигается она стоит на месте на нее никакие силы не действуют ни сопротивления воды нет ничего нету лодки веса нет она не сдвинется она сдвинется на метр так что предполагаем что цене равно нулю тогда дальше ответ интуитивно не совсем очевидность и вообще в физике меня очень люблю когда есть какая-то разрывность тем не менее в данной ситуации с этим придется мириться тогда ответ лодка не сдвинется лодка сдвинется на 0 метров до ответы давайте это просто докажу это интуиция здесь очень плохо помогает но я докажу ровно в той терминологии которой пользуется лодка в точности давайте посмотрим что такое ускорение лодки ускорение лодки acceleration это производная скорости правильно так это сила на скорость теперь чему равняется сдвиг это естественно интеграл скорости мы знаем это для этого делается скорость интеграл скорости это перемещение смотрим на эту формулу интеграл от скорости интеграл от скорости равен c на интеграл от ускорения так ну а что такое интеграл от ускорения по основной теории анализа калкулуса это скорость в единице минус скорость в нуле мы все хорошо знаем что если интегрировать производную то получается разность правильно ну это же это же равно нулю потому что что мы тут сказали потому что все должно успокоиться где-то написано когда все успокоится когда все успокоится вот доключилое слово поэтому вот просто вот вот все доказательства здесь содержится вот в этом тривиальном вычислении интуиция здесь совершенно отказывается ладно я думаю что у нас прошел час я сказал что я буду делать перед перерывом чтобы вам отдохнуть я вам прочитаю стихотворение в нем конечно содержится несомненно очень серьезная философия но все-таки эта философия не с такими замахами как у Револьфа Револьфовича она поскромнее будет а можно маленькую реплику до того как мы перейдем к стихам вот того что было во-первых первое полезно раз уж пользуют но это словарное просто вот два F просто чтобы знать на будущее а это и вектора во множественном неправильно должен написать что это было ускорение дело в том что эти буквы стандартно используются и в русскоязычных учебниках почему потому что A все-таки стандартно стоит за словом acceleration ускорение а V стоит за словом velocity то есть скорость то есть это мнемоника конечно такая A это еще V это velocity тогда Дима если ты чуть не против я хочу чуть-чуть небольшую какую-то тоже интермедиу почти школьную ну коротко значит откуда немножко пошло у Дон Дютона был Галилей и Галилей заметил что если мы двигаемся с постоянной скоростью то все происходит вокруг нас вот так же как мы бы вообще не виделись мы не можем распустить это ну если вот что в вагоне поезд это весит то мы не сможем помочь двигаться на уровне отсюда как бы следует что сила что такое сила тогда но вот сила это то что изменяет скорость вот даже пожалуй лучше начать не с этого даже не с вагона поезд а вот мы бросили камни и если сопоставление воздуха малом он будет прямой он в общем летит какой-то то что потом нагибает процессы идут как бы равномерно и тем временем сами собой если процесс ничего не летает он идёт постоянный тот движутся в основном том же направлении но какие-то свойства появляются сила требуется не для того какого-то изменения ну какая-то причина появляет вопрос появляется не тогда вдруг что-то не только когда что-то равномерно поступать это происходит само собой такое движение как бы природа есть а вот когда равномерное движение меняется скорость меняется направление движения вот тогда появляется система это выражено математическое это примерное соображение другого Галилея не заглядывал но по-моему есть вот по-моему примерно такие соображения которые были большой степени отхода от картины мира требуют делать естественно на небе все двигаются по кругам требуют объяснения почему оно не двигается по кругам а вот если картины мира все двигаются равномерно по кругам и объясняют это сила нужно тогда это движение самоизменяется и вот мы получаем что равномерное изменение движение это изменение положения то есть производное положение данное состояние а сила это то что изменяет изменение положения то что оно движение как бы если оно равномерно то с этим не движение а вот если изменяется изменение положения то значит кто на этом действует это конечно отчасти радикал что быстро вступает после камня выпал так ну так ну так так ну тем менее пожалуй только когда человек идет с какой-то скоростью вот тут да что-то его заставило вдруг изменить направление вот тут у наблюдателя внешнего появится вопрос о том же причина какая же сильная на этого человека потому что он изменил свое движение и поскольку вот я здесь записал то что ты сказал ага спасибо да вот я очень рад ну все я читал коробку и я закончу да конечно вот у нас будут трудности с этим объектом тем не менее вот здесь у нас всплывут трудности и если это будет понятно то это будет совершенно замечательно здесь есть трудности это другой пример житейский каждый день человек читает газеты с утра допустим каждый день с утра он читает газеты и это изменение это вопрос через сколько дней он спят вот и это изменение положения ну и если угодно джон он ее забирает молочник он принес молоко и газеты и вот джон забирает в этот процесс одно одно и то же изменение происходит каждый день а если вдруг газета ему с молоком остается не забрана джон Ольга ты почти повторяешь замечательное существование Бродского молочник видя скисшим молоко тут первый узнает о вашей смерти вот именно ну я не столь трагично имел ввиду но что изменение не то что изменение у него изменялось этот человек он каждый день только изменял все это правда цветы и молоко а вот изменение изменения говорит о том что какая-то стила подействует не какая вот трагический вариант он трагический поэт вот а я предложу другие варианты ну не важно важно что вот интуиция равномерного поступательного движения а в нашей жизни она не обязательно есть движение по всему это то что мы совершаем каждый день как некую ну потому что мы вот такие какие мы вот и кстати этот пример позволяет пояснить бесконечно малый когда мы молоды нам кажется что молодость это лично бесконечная достаточно долгая вот а потом через самую бесконечную время вот вдруг наступает период вот и так далее вот такие психологические жизненные примеры по моему иногда даже проще такие идеи искривления чем строго физические по крайней мере я им всегда пользовался всегда где-то на равном вот но я-то все-таки буду придерживаться математики и математической физики конечно я рассказываю конкретно про математику то есть все все вот 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 у меня тут трагическое стихотворение ну это же трагическое что я подумал оно короткое называется серафим я съел кружочек колбасы и влез зачем ты на весы о господи спасы тогда я съел еще другой стал на весы одной ногой как был ногой кошмар какой но я поел еще чуть-чуть завыл к весам я вовсе путь очуял жуть мне было очень нелегко я пил парное молоко кумыс айран катык кефир и ненавидел мир я много пил и мало спал стал шести крыл и шести пал душой и дитя судьбой амбал спешу на бал ты вот что лучше помолчи про колбасу и про крючи про женщин и про кирпичи про обезьянку че я не знаю сколько много здесь философского это очень симпатично главное что мало спеши обезьянки вот это все вот по-моему я сейчас все аплодируют ну не не надо ничего аплодировать давайте но мне так хочется я не говорю что надо оно все получается давайте на самом деле сделаем на пять минут перерыв я думаю что я буду рассказывать еще с одним перерывом потому что много чего нужно рассказать мы еще до матрицы даже близко не дошли Дима мы заметили но дело в том что если ты доходишь сейчас рассказывать и кто тебя не пометает поэтому ты можешь не торопиться а я стараюсь не торопиться моя задача не рассказать много а быть понятым вот давайте сейчас маленький перерыв все в твоих руках вот давайте перерыв примерно на пять минут пять-семь минут хорошо все устают все невозможно подряд ну что попробуем дальше двинуться как там ну я вижу некоторое шевеление есть я даже включу свой звук ну хорошо хорошо так нет всякого шума там нету звук желательно выключать когда какой-то внешний шум наличие стоит а так чего такого в аудитории если люди сидят у них звук не выключен просто бывает соблазн вмешаться и если мы все начнем перебивать друг друга то мало еще хорошего получится ну зависит от того что значит перебивать если это вопросы по существу то на самом деле как обычно делается вопросы по текущему рассказу если что-то непонятно они задаются по ходу дела и ничего страшного ну как идет семинар например у меня в аудитории там сидят тридцать пять-сорок человек и люди с места задают вопросы если что-то не понимают или какая-то значит или какую-то ляп сделал рассказчик вот а дальше в конце или иногда через каждую часть выделяется время на обсуждение и комментарии ну тоже ничего страшного никаких катастроф с этим не происходит так что не надо этого бояться давайте мы сейчас значит вот к этой проблеме про которую я упомянул я сейчас не объяснил даже откуда она берется давайте мы про эту проблему потому что у меня есть проблема с дифференцированием нет а так я нет нет я неправильно написал дайте-ка в первых это сетру с этим никакой проблемы у меня нет это как раз наоборот самое приличное а вот проблема у меня есть вот с этим вот этим проблема находится здесь вот эта проблема и ее решение является неким кардинальным дело в том что так теперь вот я буду все-таки рассказывать что такое вектор потому что мы собираемся делать их линейное преобразование надо сначала знать что это за объекты я буду давать три определения векторов три определения три определения и и и и и третье мне меньше всего нравится я про него толком говорить не буду хотя именно оно нам потребуется составление матрицы значит первое определение такое векторы и это класс это класс математическое слово ничего не поделаешь кривых класс кривых да 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 классы кривых значит кривая гамма а это класс гаммы такое что две кривые представляют один и тот же вектор если давайте я сейчас не буду ничего дифференцировать я напишу другое расстояние между гамма 1 от t гамма 2 от t да если во первых конечно гамма от нуля это равно нашей точке p то есть кривые выезжают с p и расстояние делить на t все равно стремится к нулю когда t идет к нулю то есть они отличаются во втором порядке вот у меня есть кривые вот эти кривые вот расстояние между ними если я буду мерить оно бывает быстрее чем линейно тогда это кривые представляют один и тот же вектор вот и все а вот эти вот кривые вот я сейчас нарисую другой пучок кривых они представляют другой вектор направление я понимаю как они представляют а вот птицы не умерут для этого направления я не вижу пока еще раз ну направление это понятно да а вот как вектор не только направление конечно конечно поэтому если я поеду по этой кривой вот так вот быстро а по этой медленно то у меня расстояние сразу станет огромным они будут разные вектора сюда вписана и длина вектора и направления вот в эту твою формулу да 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 вот в эту простую формулу теперь давайте сразу увидим что весь анализ превращается в тривиальность я сейчас вам определил производную причем без слова предел слово предел я написал один раз вот здесь написано слово предел и больше оно мне ни разу не потребуется дальше мы будем жить без всяких пределов ждать так вот прелесть именно я определил производные отображения это функция как мы обычное называют но это меня вообще все равно я теперь везде определяю определение пусть у меня есть преобразование нашего пространства в себя что это такое и меня уже не волнует. Я беру и хочу его применить к вектору. А вектор, как мы договорились, это класс кривых. По определению это класс таких кривых. Только теперь у меня здесь будет производная. Вот я определил производную, определение производной. Хорошо. Все. Весь анализ мы уже построили. Дима, извини, что я официрую к тому, что по методике я определяю вектор с помощью кривии. А все такое кривая, в потенциальной геометрии стандартного подхода, определение кривой, это не просто такая внутренность, тем более гладкая, как оно было. И в рамках этой внутренности понятие вектор активно используется. Вот что? Нет, не используется. Мы его не будем использовать. У нас есть понятие длины. Значит, у нас есть понятие липшицевой кривой. Вот кривая, которая разница значений не больше, чем разница аргументов. После этого все эти определения работают. Но мне не нужна никакая гладкость, никакие векторы для этих определений не нужны, ничего не нужно. Все гораздо проще. Я обращаю внимание, что в данном случае понятие кривой никоим образом не предполагается, и декориенцированный кривой предполагается заранее интересным. Давайте лучше всего предположать, что они липшицевые. Давайте все-таки этим запасемся. Липшицева гамма. То есть существует такая константа С, что расстояние гамма от Т1 до гамма от Т2 не превосходит С на Т2 минус Т1. Вот так. Мы гранили с такими кривыми. Нам не нужны кривые, которые двигаются с бесконечной скоростью. Вот что такое кривая и течение, тоже не зависит. Нет, кривая, из этого в частности, из этого следует, следует, что гамма непрерывна. Так что все у нас запасено в одном условии. Ну, пока мне, честно говоря, совсем не очевидно, что это кривая, а что такое кривая, такое определение кривой. Определение кривой. Давайте сразу дам определение кривой. Кривая. Суть. Непрерывное отображение. Отображение. Отрезка. В X. Все. Я ее определил. Но у нас заодно будет... Мы используем только... И X это то, что будет от действий, то, что отстанство, то, что он... Все, что мне нужно, в X есть расстояние. С расстоянием. Геометрия такая вот. Начинает тогда появляться расстояние. Мы используем только липшицу кривую. И липшицу кривую вот здесь вот написано определение. Все. Здесь нет никаких подводных камней. Это потребовалось, конечно, полтора столетия, чтобы стало понятно, что все можно сделать гораздо проще. Так вот, кстати, какие-то сообщения в чате. Может быть, что-нибудь осмысленно. Может быть, нет. В расправке Афинной пишется... Да. Ну, да. Ну, да. Спасибо за комментарий про... Ну, Афинные... Да. В английском языке тоже присутствуют буквы. Конечно, слава богу. Да. Про слова векторы... Ну, я тоже как-то перешел потихонечку на векторы. Хотя... Ну, понимаете, в чем дело? Игорь, ведь правила русского языка не являются законами природы. Ну, кто-то придумал такое правило. А завтра мы начнем говорить вектора, все привыкнут и скажут, что векторы неправильное произношение начала 21 века. А современное произношение будут вектора. Это же не законы природы. Да, правильно. Но есть нормативные положения. Если их придерживают, то мы единообразно и говорим, и понимаем друг друга. А кофе? Вот в какой-то момент какое-то там, какое-то министерство что-то сказало, что кофе может использоваться в среднем роде. И что, сразу же язык изменился? Дайте мне один кофе, один булочка. Язык на самом деле всегда меняется, но, как правило, медленно, монотонно. Ну, а для чего словари и учебники существуют? Хотя привыкнутся, потому что рядом нет. Смысл, конечно, от этого мало зависит. В этом плане, да, в этом плане Сербский он как-то едан кафа или едан американо. То есть, как бы, что один, что одно, что вот он будет все равно едан. Ну, ладно. Я всерьез начал учить русский язык где-то в возрасте лет 25-ти. Но вот такой в тонкости, как что делать со словом вектор, как-то не дошел. Но есть пробелы в образовании, ничего не поделается. Маленькая шутка для разрядки, еще старая, издавняя, из моего детства. Профессору-филологу приходится задавать вопрос, а как правильно, порчель или порчель? Почесал голову и говорит, вы знаете, 50% моих доцентов говорят порчель, а 50% моих доцентов говорят портфель. Я смотрю на лекции. 50% доцентов вносят в портфеле документы, а 50% доцентов вносят в портфеле документы. Да, да. Ну, англичане на своих сайтах образовательных языковых пишут, не пишут правильно говорить так-то и так. Они пишут, мы говорим так-то и так. Но правильно, у них даже нет, у меня нет, мы говорим так-то. Ну, в общем, так или иначе, смотрите, что у нас получилось. У нас получилось определение производной. Вот это вот такая удивительная радость. Что отображает, что делает производная? Кто она такой на самом деле? отображение производная отображает касательное пространство в точке P, то есть векторы в точке P к касательному пространству в точке, куда точка отправилась. Вот это производная. Смотрите, в определении производной никакого предела нету, ничего нету. Например, есть какое-нибудь правило, там, не знаю, дифференцирования композиции. Оно становится тривиальным. На этом языке все совершенно очевидно. Если у меня есть композиция двух преобразований, то его производная, конечно, композиция преобразований. это дифференцирование, и это очевидно, потому что это просто класс, если мы применяем кривой гаммы, применяем кривой гаммы, то это класс FI, так, тут у меня неудачи получились, прошу прощения. Сейчас мы ее потеряем. Класс FI, ПСИ, кривой гаммы. Все. Мы доказали формулу дифференцирования композиции. Просто вот этот переход у меня совершенно не ясен. Я не знаю, как другим. Я просто писал формальную, тривиальную. В принципе, даже в определении производства, но все-таки это довольно нестандартный язык. Я вот стандартный язык, он используется сейчас в большинстве учебников. Да, 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 да. Это понятно, что если он является стандартным, такое нестандартным. Вот. Но тем не менее, само определение вектора через класс вот и вполне является стандартным. А является стандартным сейчас общепринятым. Как и второе определение, которое я сейчас приведу. это всем понятно, что меняет замечательно. Нет, это же определение. Как-то моя селедка, какой цвет хочу, в такое крашу. Вот я решил определить такую производную. Ничего не стоит проверить, что для обычных функций она совпадает с обычной производной. Если в качестве класса, понятно, что если мы хотим взять вектор напрямой, вектор можно отрезать числом. То есть с движениями с этой скоростью. То есть давайте напишем что-нибудь напрямой. Сейчас я страничку добавлю. Так, давайте напишем напрямой. То есть φ это будет функция из вещественных чисел вещественные числа. Вектор точка x. точка ну или p давайте напишем. Число число v соответствует классу вот такому классу p плюс vt вот такую то есть я из точки p движусь линейно со скоростью v. вот и дальше это определение превращается в стандартную производную функции. Вот не совсем так а здесь вот у меня есть функция 3x квадрата. ну ну хорошо ну хорошо подставим сюда 3x квадрат в эту формулу так 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 да число v соответствует классу то есть производная фи это класс фи p плюс vt да 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 так я хочу чтобы это как-то стало понятно добавляем 3x квадрата что просто все мы знаем какое дно это слово в вещественном случае в одномерном вот я это сейчас здесь и проделал вот что сейчас у меня стали числа превратились в классы вот я просто из чисел сделал классы на сфере уже так не сделать на сфере все будет более серьезно так числа не являются числами конкретно напрямую вот есть какой способ записывать вектор вот давайте продефицируем 3x квадрат подставляю ничего думать не собираюсь работаю механически так что у меня тут будет 3 умножить на пи плюс vt в квадрате раскрываю скобки что у меня получается у меня получается такой класс 3 пи в квадрате плюс 6 пи в t плюс v в квадрате t в квадрате вот это производная этой функции всегда поскольку по определению по определению векторов мы можем мы можем игнорировать игнорировать t в квадрате потому что после того мы поделим посмотрим на определение если мы добавим сюда t в квадрате после деления на нет это не то определение прошу прощения вот если мы поделим на t то t в квадрате все равно стремится к нулю поэтому это будет тот же самый вектор поэтому мы можем проигнорировать игнорировать и получим следующее новую точку 3p в квадрате плюс 6p v умножить на t как мы ставим соответствие вот это вектор значит вот это производная все мы посчитали производную мы ничего ни ким пределам не переходили ничего мы просто формально представили в определении я пытаюсь объяснить что если к кому привыкнуть наоборот гораздо проще я не усложняю вещи очень может быть я просто хочу пояснить где мы вот это таки выжить определение как некого квадрата ну это примерно так же как мы определяем возможно определить национальные числа казах так назовем парни естественных целых чисел обыкнов целых не ким приходит национальные назовем пару целых чисел рациональным числом и вот мы построим теперь а то в действии ну все пропорциональные пары так что если а умножить на пара а умножить на б а умножить на с эквивалентно паре б и ц то можно а если а и туда и туда входит и таким образом мы можем сказать что национальное число это некоторый класс пар целых чисел совершенно верно беспиленных по определенному признаку это просто тут ну это совсем не в поле такой даже ну такой уже продвинутый студенческий уровень как выделение через классы оно вот именно так вот дело в том что это то что ты описал это на самом деле и даже имеет название дело в том что целые числа не образуют группу правда в целых числах нет деления однако из любой они образуют полугруппу то есть там есть умножение все хорошо только делить нельзя нет обратного элемента есть канонический способ превратить любую полугруппу в группу вводя пары с классом эквивалентности она называется торжественная конструкция Градендика из любой полугруппы можно сделать группу введя пары и введя эквивалентность если у нас есть только умножение то у нас есть такая эквивалентность это отступление здесь будет отступление линия конструкция Учителя математики, которые такие дотошные, они очень страдают. А1, А2 эквивалентно паре В1, В2, если А1, В2 равняется А2, В1. Все, здесь мы используем только умножение, деления не было. Все, получилась группа. Из полгруппы, то есть, когда у нас не было деления, получилась группа. Я тут еще важный момент, в действии математики, если я не думал, то часто происходит, что кто-то мы перестаем развлекать. Мы тут в этом примере с кривыми перестали развлечать кривые, у которых одинаковые стати. То, что Дима написал, то мы перестали развлечать. И это очень такой широкий пример. Мы, допустим, можем, когда мы работаем с числами, целыми числами, мы можем интересоваться только остатками определений на 10. Только последняя цифра целого нас занимает. Да, и тогда получается группа вычетов к модулю здесь. Вот класс всех чисел целых, имеющих одну и ту же последнюю цифру, вот это будет определение мастерской. Одним из определений. Много стандартные, почему Дима, он сам сказал стандартные. Дима говорил, вот стандартные, но это частая ситуация, но все-таки это предметы, настоящие математики. Когда так определяют новые объекты, говорят, ну вот посмотрим на все объекты, перестанем их развлечать по какому-то там признаку. Вот, допустим, вес объектов нас не интересует, только цвет. Мы называем их одинаковыми. Или еще хитрее. Вот, вес объектов нас не интересует. Бываем все объекты, отбрасываем его. Вот то, что осталось, вот мы изучаем и называем этот цвет. Но это не совсем корректно, конечно, долгие характеристики тоже есть. Но в каких-то ситуациях в самом деле есть только несколько цвет, допустим. Вот, и так можно определить цвет, как то, что остается, как то, что различает объекты с одинаковыми людьми. Так можно определиться, пытаться определить цвет. Вот, и это стандартно. Для законов Ньютона совершенно неважно, у нас шарик зеленый или красный. Важна ему масса. Да, наоборот, да. Вот, это все, по сути, это разного применения в отношениях гомомартизма. И не про гомомартизм, но это нас ведет в российском далеко в сторону. Вот, извини, Дима, я такую делаю. Я просто хочу вам показать, что анализ, если пользоваться современным языком, это просто дело привычки. На этом языке все настолько упрощается. Вот мы продифференцировали функцию мгновенно, мы ни в каких пределах не переходили, ничем не мучились. Просто подставили форму. Да, Дмитрий, у вас там ошибка. Если тройка за квадратом, то 3в квадрат, т квадрат или нет? А мне пофиг. Хорошо, я добавлю 3, я все равно этот член. Вот слава нафига. Мы можем игнорировать его. Поэтому я его как-то так неловко проигнорировал. С тройкой он не проигнорировал ровно так же. Он тоже игнорится, но это все равно. С тройкой игнорится, но он может с яички, он это... Гнорится, я скажу, что не знаю, как у слова игнорируется, но неважно. Возвращаясь к этой ситуации, вот здесь мы... Раньше я там отглаживал, что он нас не интересует. А здесь отбрасывается Т квадрат, вот все квадратичные. Оно нас не интересует, как бы уходит с другого маркетизма. Нам без разницы, потому что мы вот около точки определения находимся. Вот такая общая мораль. Того, что было сказано, это с этой точки зрения вектор. Это как можно выезжать из точки по кривой. Разные векторы дают разные способы выезжать. И дальше композиция преобразования есть, композиция производных. Производная просто переводит кривые в кривые, а значит классы в классы. Мы можем управлять определение дифференцируемой функции. Я не буду ничего рассказывать про то, что есть вторые производные и так далее. Это просто, что она уважает эквивалентность кривых. Что она класс переводит целиком в класс. Это все, это определение дифференцируемой функции. Я пытаюсь сказать, что то, что я рассказываю, гораздо проще, чем школьная программа. Единственное место, где нужно знать, нужно знать просто предел вещественных функций. Единственное место, где мне потребовалось что-то. Это единственное место. Вот здесь единственное место, где мне… Что такое? Что такое? Окей, хорошо, пошло к черту. Не знаю, что это такое произошло у меня, тем не менее. Вот, единственное место – это вот эта вот стрелочка, стремится к нулю. Но это просто определение предела вещественного выражения, вещественной функции. Все. В одном месте мы этим воспользовались, дальше мы про это благополучно забыли. После этого все происходит без всяких пределов, без всякой мути и тьмы таракани. Все становится гораздо проще. Я хочу вас убедить, что это проще, чем то, как в школе или в университете изучают анализ. Это просто более современный, более простой язык. И он позволяет нам рассматривать производные отображения и сферы, и плоскости Лобачевского, и еще бог знает каких других объектов. Он будет также работать в пространстве времени. Все будет действовать так же. Ничего страшного. И все будет проще, а не сложнее. Пытаетесь думать, что я вам рассказываю, что это очень сложно. Я, наоборот, пытаюсь как-то поставить все это на максимально простой язык. Так вот, мы добрались до второго определения. Второе определение. И оно тоже может быть шокирующими. Это операторы, векторы, 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 это операторы дифференцирования первого порядка. Сейчас я буду объяснять это, потому что пока это, пока это то, что я здесь написал, это заклинание. Его нужно засуществовать. Его нужно расшифровывать. Давайте мы его расшифруем, и уже сразу станет немножечко понятней, при чем здесь окажутся линейное преобразование и матрица. Итак, что такое вектор? Мы берем функцию. f функция. f функция в вещественное число. Что такое вектор? v это соответствие. f переходит в f. То есть функция, она переводит в функцию. так, извините, из x, v. Из x, v. Не из x, а из x, v. Да, из x, v. Да, да, да. Это функция. И мы просто запасемся аксиомами, у нас сразу появятся векторы. Аксиомы будут такие. v, x, а, af плюс b, g равняется a, v от f плюс b, v от g. Это здорово знакомая формула, правда? Она уже предполагает, что какая-то вещь, на самом деле, линейна на пространстве функции. И второе правило, которое мне будет нужно, v от f, g равняется, в точке p, равняется v от f, умножить на значение g в точке p, плюс v от g, назначение f в точке p. Это правило Ребница. Все. Два условия. Но на самом деле есть еще третье, про которое я сейчас промолчу, чтобы не создать кашу в голове, потому что оно, мне, в данном случае, несущественное. Просто заметил под ковер сейчас его. Первая часть вот этого условия – это просто линейность. А это правило Ребница. Вот для меня в таком вопросе, что в первой части тебя не такой точкой поймет, а во второй оно появляется. Вот ну вот тут и вот как. Давайте мы посмотрим на вещественные функции. Пускай у меня наша... Давайте посмотрим вот на что. Теперь, значит, такой пример. Я хочу понять регламент, потому что понятно, что сегодня про Матрицу я толком рассказать не успею. Я могу сейчас быстро, быстро-быстро сказать про Матрицу, ничего не объясняя. Это очень просто, коротко, конкретно, и будет скучно, и оторвано от действительности. Я могу спокойнее продолжать в следующий раз? Так, конечно, конечно. Никто вообще пока не изъявлял желания ясного и неверного, поэтому на тебе вся надежда. Ну ладно, ладно. Худу последним плотом человечества, да, это реально. Кружка. В данный момент, да. Ну ладно, хорошо. Давайте посмотрим на пример, чтобы... Вот эти два правила, давайте посмотрим теперь на... Теперь у нас будет путаница с буквами. Но все-таки давайте попробуем. Сейчас, просто я все время... У меня есть сложности с этим. Да, на прямой у нас есть вектор. Значит, пример. Отображение R в R. В общем, пример R. Вектор у меня такой. В равняется... Ну, равняется эквивалентно просто классу. П класс ТВ. Правильно? Это тот способ, который мы числа превращаем. Здесь В – это вещественное число. Да? Это тот способ, который мы превращаем векторы в класс кривых. Так, теперь что я хочу сделать? Я хочу продифференцировать функцию. Как ее дифференцировать? Ну, понятно, как ее дифференцировать. Я, конечно, ожидаю, что дифференцировать я ее буду попросту. У меня есть функция теперь. F, которая из R в R. Тогда ее производная, естественно, это класс кривых F of P плюс F of TV. Да? Ну, это просто определение. Я ничего здесь не сделал ни нового, ни интересного. Теперь пускай у меня будут две функции. F и G. Я напишу это так. F, G от P плюс F на G плюс... Нет, вот это я написал, конечно, правильно, но глупо. Давайте попробую написать умнее. F от P, G от P плюс F от TV умножить на G от TV. Так? Так, нет, я какую-то чушь пишу. Слушайте, я вообще вас сейчас запутаю. Видимо, нужно прорывчик сделать слово. Второй час он где-то. Перерывчик сделать. Ну, хорошо, давайте сделаем перерывчик. Как рука бойца встала ей? Я тут все в порядке. Нет, то, что я пишу, тоже правильно, просто будет не так очевидно. Я просто замечу на самом-то такую парадоксальность для кого-то подхода, чтобы определить векторы, которые, в общем, есть параллельные. Ну, вот вещь более-менее, как бы каждому из нас знакомого, это не гуманитарий и плохо, в 19-ом веке говорили о параллелогральном сфере. Вот это беда. Вот у меня есть вектор касательно эксферы. И мне параллельные переносы, ну, ничем не помогут. Вот, ну, в одну секунду, я так хочу вспомнить. А тут определяется вектор, представляется в том, что есть какие-то функции, которые отображаются от худа-то там, от чественного числа. Ну, ситуация, с одной стороны, кажется, гораздо более абстрактной, а с другой стороны, может быть, она вполне, я сам, ну, я не знаю, доверяю Денису. Это просто нужно чуть-чуть привыкнуть. Это, может быть, это упрощает большую деятельность и работу. Вот. Потом я, как-нибудь, сам поделюсь с умом общениями векторами, ну, это можно. Вот. А у меня вектора будут коммунитативными, но не ассоциативными. Вот. Ну, это можно. А так вот сама вот нитривиальность, мы определяем вектор, используя отображение из какого-то неведомого х, естественного хита. Это более общая ситуация. Почему у меня неведомый х? Потому что я хочу использовать и сферу, и плоскость Лобачевского, и пространство времени, и пространство времени, где у нас искривленное пространство благодаря наличию, скажем так, общей теории относительности или гравитации. Я хочу в качестве X использовать все, что угодно, чтобы у меня была нормальная общность, чтобы отдельно не разбираться с евклидовым пространством, отдельно не разбираться с тем, что можно положить евклидовое пространство, что нельзя, или можно положить большую размерность и так далее. Это общее определение, которое дает единый язык. Вот это очень такой здоровый, ну, я поэтому всех прошу, вот, не пугаться того, что вот такая сука происходит, а наоборот, вот, понимаете, это очень такая типичная ситуация математики и физики. Да мы хотим, ну, и видеть это знание, когда мы хотим, как бы нам выгодить свою мысль в таком виде, чтобы она бы и дождалась, это наша мысль, для наибольшего числа суть. Вот, примерно так. Вот давайте перед перерывом я все-таки одну вещь напишу, чтобы на нее можно было время перерыва смотреть спокойно. У нас появилось два определения. Я хочу написать эквивалентность. Определений. Один и два. У нас два определения есть. И я напишу эквивалентность крайне просто. Если у меня есть функция, то я определяю, значит, есть вектор В, который есть просто набор кривых. Бесконечный набор. Бесконечно мерно. Это не важно для нас. Тогда мы хотим определить, как действует В на функцию F. То есть, мы хотим перейти, мы идем от первого определения ко второму. Но обратный путь примерно такой, что не буду про него говорить сейчас. Мы делаем следующее. Мы берем производную. Знаете, производная у нас уже определена. У нас есть определение производной, без всяких пределов, без ничего. Просто вот определение производной. Вот давайте это как-нибудь отмечу здесь чем-нибудь ярко вы... Скажи, пожалуйста, его словами. Это определение производной. Это просто применение функции к кривой. Образ к кривой. Это вот это определение. Определение производной. Подожди, но... У нас ничего другого здесь не будет. Вот у нас вот так определена производная. Подожди. Производная это что такое? Это функция или класс? Производная это функция или класс? Да, да, да. Мы просто применяем функцию к классу кривых, получаем новый класс кривых. Все? Производная это функция или класс? Сама предприятия производной. Ты говоришь, есть определение. Мы пытаемся... Производная переводит. Производная переводит. Векторы Пу. Векторы ВП. Векторы Пу. Векторы ВВ. на прямой, поскольку мы договорились, как мы из вектора делаем число, она переводит число в число. Вот поскольку у нас, мы договорились, как мы определяем, да, вот, если x равняется просто вещественным числом, то вектора то же самое, что числа. И это сделано просто вот такой одной простенькой формы. Все, никаких проблем нет. В случае обычных функций, это обычные числа. Вот они так соответствуют. Мы сразу этот вопрос победили. Это у нас определение производства. Давайте играть в это, как в детский конструктор. Все определения даны. Я пока вот определение производной, ну, начиная с непривычек, что пишется и пишет по дельфингу. Это гораздо удобнее, потому что в большей размерности производная, ну, хорошо. Вот, повторюсь, я просто, не понимаю, производная, это у нас класс объекта. Ну, это конкретное определение, это конкретное отображение. В данном случае это отображение, в этом случае это отображение задается числом. Подожди, отображение чего, во что? Векторов в точке, в векторов в точке. Вот это написано здесь. Здесь написано векторов в П, отображаются векторов в образе. Вот. А поскольку у нас на прямой имеется соответствие, у нас есть соответствие, вот, у нас числа превратились в векторы вот таким способом. Одной простенькой формулой. Поэтому на прямой у нас что числа, что векторы одно и то же. Весь обычный анализ на прямой сюда идеально вписывается. Какой проблем с ним? Я начал это понимать, вот, но он, наверное, все в том. Я пытаюсь убедить, что здесь нет ничего сложного. Что это просто дело непривычки. На самом деле, столько лет в W, что нужно, там, F от T1 минус F от T2, делить на T1, T2, устремлять разницу T1 к нулю, что-то потом с этим объявлением доказывать. Мы все сделали гораздо проще. И так по колхозному. Ну, я люблю понятие производника там по идеалу, грубо говоря. Ну, неважно. Все-таки я хотел написать, как мне перейти одно определение к другому. Это производная... Черт, ну, хорошо, может быть, можно. Хотя не важно, пускай будет тот же цвет. Хотя не знаю, почему он должен быть таким же. Д, производная F от гамма от T. Все. Вот мы перешли от одного понятия к другому. Если мы хотим узнать, как вектор действует на функцию, мы поедем по любой кривой из этого класса и посмотрим на производную этой функции от одного переменного. Одна переменная T. Так, Кирпидимов, во-первых, я не вижу буквы T. Это одна переменная T. Это что даже не видно. Вот, нет, вот здесь... Ай-яй-яй, у меня не то слабого этого. Вот теперь T исчезла. Теперь она снова вернулась. Вот у нас здесь есть буква T. Вот. Ну, уже хорошо. Вот. Все. Это... Опять-таки... Я играю в кубики. Вектор B, это означает действие вектора на T. Вектора на функцию. Вот что мне нужно. Мне нужно, чтобы вектор подействовал на функцию. Вот я написал, как он действует. Вот и все. Вот. Ну, просто мы привыкли опять-таки, что то, на что действует, стоит в скобках. В. Сейчас. Характерный... Это... Сейчас чаще всего в этом случае замечу. Вопросы в скобках. Хорошо. Опять за перерыва. Прошу прощения. Сейчас будет перерыв. И после перерыва совсем короткая часть. Вопросы в скобках. Обычно... для линейных операторов. Ну, преобразований. Как хотите. Скобки можно опускать. И на самом деле, когда у меня есть матрица, например, А и вектор В, то мы обычно пишем так. Мы не пишем скобки. Хотя это то же самое, что можно написать А, примененное к вектору В. Если В как-то сложно записан, все равно придется писать скобки. Ну, чтобы не развалилось выражение. Ну, так можно скобки опускать. И теперь очень важный для меня пример. Ну, вот штрих... Дело сомнительное. Я не люблю штрихов. Я люблю или точку, или букву D. Почему? Потому что, если у меня есть такая функция от двух переменных f от x, y, это в координатах, это x, y. Я не понимаю, что это такое штрих. Я понимаю, что это такое производное f по x, и производное f по y. Частное производное. Но, на самом деле, правильно здесь, конечно, писать так, но это уж... Про это мы поговорим отдельно. Но со штрихом беда. Когда мы ставим точку, когда принято... Ну, что-нибудь в таком духе. Что-нибудь там f с точкой или гамма с точкой. Это если есть... Есть переменная c и производная пути. Теперь мы сейчас разберемся с этим. Сейчас еще... Сейчас будет перерыв. Так. На прямой есть такой вектор. Вот у меня есть r. У меня есть такой вектор. Я его очень полюблю. И один. Ну, потому что это одномерное пространство. Он будет вот такой вектор. пи пласти. В любой точке. Пи пласти. Прекрасный вектор. Для него есть сокращенное обозначение. ddx. И теперь их соков мы обычно не вставим. Мы пишем ddx от функции f. Мы применили вектор к функции. И это ее производная. часто пишут. Зря. Я пояснил, почему зря. Потому что если не выяснено переменное, не очень понятно. Пишут f штрих. Но это... Я желал бы на это не смотреть. Вот у меня есть вектор. Вот этот вектор я написал. Вот конкретно этот вектор. И тогда у меня есть... Его могут быть функции. По определению. И это производная по x. Вот функции. Так что мы... Ничего здесь не изменилось. Частные производные, например, на плоскости. У меня есть два вектора. Встань. Два вектора. Два вектора. Один из них... Я его назову Е1. Это такой класс. П плюс... Т 0. И Е2. Это класс. П плюс 0 Т. И у нас есть два вектора. Соответствует... Игра обозначает... Которые векторы вектора 0. Я вот не понимаю. Ну, вот... П плюс... А дальше стоит Т, закипая 0 в угле. Ну, это... 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 По сложению векторов в векторное пространство. Ну, две координаты. Теперь это у меня R2. Ну, да. Ну, во-первых, ты определяешь вектора сейчас. Во-вторых... Да, это определение. Вот я такие вектора ввел. Нет, ты определяешь... Во-вторых, я... Ну, я совершенно... П, значит... Раньше у нас было... Да, как-то... Ну, П... Надо осмыслить. П имеет две координаты. Это Х и Грек. Ну, надо осмыслить, да. А вот теперь и перерыв. Вот самое время осмысливать. Так, я отключаюсь. К сожалению, не видно вот предыдущего. Это противостного осмысливания. С самим делением. Ну, это вот, видимо, сейчас не получится. Невозможно показать это и другое на нашем экране. Ну, здесь это связано с технологией интернет-рескопереда. Ну, вы знаете, каждый из вас сидит за компьютером. Если вы... Ну, например, на Маке... Контр... Нет. Коммент, шифт и четверка. Выделяете... Вот появляются слайды, вы выделяете, фотографируется. К концу лекции у вас все слайды есть подряд. Но любой можете заглядывать. У вас же перед вами техника. Да. Вы можете скриншить, скриншат в любой момент, фотографию экрана. И у вас будут сохраняться все файлы. Я не могу их вам всех все передать вот таким способом. Вы можете просто, как только появляется новая страничка и заканчивается, ее фотографировать. У вас все будет с глазами, можно листать обратно. Если хотите, я по... Для тех, кто будет смотреть записи, это будет еще проще. Просто на экране будут появляться кадры записи. Да, можно передвигать время, да, естественно. Но записи, записи... И я думаю, что... Я тоже, на самом деле, о времени сидения все ноги себе сидел. Так что сейчас, на самом деле, я опять сплю. Я в таком деле вернулся к этим вещам, потому что для меня, мне, собственно, очень импонирует подход, когда производные координаты, ну, на самом деле, даже сложения идут в одном пакете, потому что, ну, мне всегда казалось, что заведение касательных, это очень простая операция. По крайней мере, касательных прямой. Ребенок еще считать и делить не умеет, там, умножать и делить не умеет, а вот касательность-то он вполне понимает. И то, что у другими производные, так вот, как выделяется, через два, как там, кусаются друг друга, мне кажется, ну, вполне включается на нашу простую интуицию, вот детский, что вот читать не умеет, а касательность знает. То, что вылово-черски определял тот, через касание. Поэтому, это тоже до того, что... Вот касание у нас прячется, вот касание, вот я полистал экран, вот касание у нас прячется вот в этой формуле. Да, я думаю, это основное, но фундаментальное. Как касание... И после этого, какая прелесть, что у нас просто определилась производная, вот, вот у нас определилась производная, вот. То есть, есть надежда, что вот идеи Лоботевского и вот с накопочечными о том, что такое точка, это то, что это касание. Где понятие касание, как говорится, вылезает на первый план, может быть, они вот истекуются всем, о чем сейчас дает Дима. Я не знаю, но мне это близко, но, когда люди другим, ну что же близко, не все, что-то меня дали подборан на новые ворота, вот. А что-то мне близко, вот потому, что вот оно будет чем стекутся. Я делаю я под этим память о коммутативности, так как похоже это состояние предпитаю, но ладно. это уже как-нибудь другий раз так часто я считаю, чем я вас понял. Ну что, попробуем добить тематику, потому что вообще мы уже сидим очень давно, поэтому, наверное, больше, чем 10 минут мучить людей не нужно. Но просто до комплектности сейчас появится третье определение, которое я уже высказал некоторую к нему не любовь, но с другой стороны оно станет как бы мне это сказать, привяжет нечто к другим кому-то знакомым обозначениям. и на этом мы сегодня прервемся. Я под конец вам еще что-нибудь почитаю, только опять-таки не философское. Хватит, философия это вольки сильная сторона, изменя философ никудышный. нет, все-таки после твоего что-то немного поговорить надо у тебя плохой звук какой-то. А, да, сейчас я попробую что-то сделать. Да, давай я тут могу быть сыпь. Вот. Значит, тут появятся координаты, потому что прежде чем у нас будут координаты линейных отображений, которые являются матрицами, у нас сначала будут координаты точек, координаты векторов. Значит, у нас будут координаты точек. Я это назову так, локальные и почему-то говорят слово система. Координаты. Я не знаю, зачем так говорить. Я бы сказал, просто локальные координаты, но не знаю, почему так принято говорить. Координаты векторов а дальше же будут координаты линейных изображений. Матрица. Вот тут появится у нас матрица. Матрица появится так. Давайте начнем с того, что такое. Значит, вот у нас три разных типа координат. Но они все устроены очень похоже и с этим больших проблем не будет. Итак, у нас пространство. У тебя было некое х, из которого все там обрагалось по предельному обществу совершенно непонятному. А теперь ты заговорил про координаты. То есть, получается, что вот там х все-таки координаты есть. Их нет, мы их туда сами сейчас положим туда. Мы сейчас туда сами приделаем. Итак, координаты. у нас есть такая штука. У нас есть х, у нас есть точка в х, P, которая в х, и у нас есть окрестность P, U, содержащаяся в х, и здесь лежит P. Думаем об х, думаем о U так о маленькой окрестности точки P. Ну, это так мы думаем, я ничего формально про это не говорю, но тем менее, картинка примерно такая. Вот у меня есть X, не знаю, бублик, например. И здесь у меня есть точка P, и около P у меня имеется небольшая окрестность вот это U. Я буду интересоваться только этой окрестностью. Ну, та же самая картинка, нам привычно можно смотреть на сферу, та же самая история. Вот у меня имеется сфера, вот у меня здесь лежит точка P, и какая-то здесь шапочка, пускай она будет голубенькая, это U. Как мы знаем, на плоскости всю сферу не разложить, но маленький кусочек, ну, как есть атлас, атлас состоит из карт, карт какого-то кусочка земной поверхности, всегда с искажениями, но ничего страшного, чем меньше карты, тем меньше искажений, в относительном порядке, естественно, абсолютно уж точно, чем меньше карты, тем меньше искажений, потому что все расстояния примерно равны нулю, но даже относительная погрешность становится меньше. Что такое координаты? координаты, клавиатуру не переключил, координаты, это отображение, снова будет буква фи, ну, что ж поделаешь все время, ну, это с другой стороны не смысл, неплохо, фи из в ну, в нашем случае, если размерность 2, давайте пока будем, ну, вообще, в принципе, все двойки можно заменить на n, или на 3, например, да, в плоскость, ну, и, конечно, я хочу, чтобы оно было каким-то приличным, то есть, чтобы оно было взаимно однозначным, ну, конечно, неперерывное, как минимум, а вообще, я только рассматриваю у Липшицева отображение взаимно однозначным на образ, то есть, картинка у меня получилась вот такая, вот у меня есть мое пространство, ну, почему-то опять бублик вам нарисовал, ну, ладно, пускай будет бублик временно. Вот у меня здесь точка P, у нее есть окрестность U, U у меня не получилось, прошу, или, пардон, U, и дальше у меня есть отображение FI, которое посылает U к какую-то другую область V, которая сидит на плоской стене. Вот наша картинка. Все, мы определили координаты. Подожди, это отображение U, оно отображает весь или только U? Нет, нет, только U. Вот написана формула, выделили ее. вот здесь, вот, вот, оно отображает только исключительно то, что нужно. Да, только U. Поэтому, обращаю внимание еще раз, у меня здесь есть локальные, это слово здесь для меня очень важное, потому что это не везде определено. вот локальные системы координат, то есть по какому-то на всем бублике, на всей сфере координат не завести. Поэтому у нас есть только то, что есть здесь и оно отправляется сюда. Думаю говоря, по бублику катается какая-то плоскость, вот, и вот что-то там происходит. На самом деле, если мы возьмем какую-нибудь другую точку, то в окрестстве тоже может завести координаты. Никто нам этого не запретит. Кручивую роль играет это сказание ранее Димы, что в малом все вот эти вот пространства, которые говорили, все они и в Клидово. В первом порядке они и в Клидово, а во втором порядке уже туда вмешивается кривизна, как у сферы или пространства Ивачевского. Вот, если может быть такое, что эти координаты пересекаются. Что нам делают координаты? На самом деле, у нас есть две координаты. Если у меня есть точка П, то у меня получилось. Начало это сотрем, потом сделаем что-нибудь другое. координаты, координаты, это отображение или что-то другое? Нет, это отображение, координаты, это отображение, сразу договариваемся. Так, если у меня есть точка А в Х, то Фи от Х, то Фи от А, прошу прощения, это большой Х, наше пространство. Вот это вот пространство, то у нас называется Х. Фи от А, это естественно, две координаты имеются. Фи, у Фи, Фи от А, это точка здесь, правда? То есть, у нее есть Х от А и у нее есть У от А. Х от А, У от А. Вот это координаты. Два числа. То есть, все-таки для отображения два числа. Да, поскольку у нас отображение ВАР2, а в ВАР2 у нас есть координаты, это просто Х, У координаты, это У, прошу, пардона, то это просто два числа. Для каждой точки мы ставим соответствие два числа. И этому чрезвычайно радуемся. теперь координаты появляются и координаты зависят все-таки от отображения. Вот координаты, во-первых, о камере есть очень много. Есть куча разных локальных координат. континуум. Их просто бесконечно много. Полный континуум, офигенное пространство разных локальных координат. И это же правильно, потому что здесь малая окрестность точки там витя П, по-моему, начинается А, предполагается, лежит в малой окрестности точки П. Их видят третий по координате А. Правильно? Да, у точки А, вот А это точка, вот здесь у нас, да, совершенно правильно, А это точка. Она лежит в малой окрестности точки П, вот ее координаты дает третий. Значит, есть точка П. А лежит в окрестности Ю. Ну, в окрестности У, точка П, вокруг которой происходит действие, есть некая другая точка, некая точка лежит в окрестности. есть некое отображение В2 плоскости. И вот, соответственно, координаты появляются у тройки. Малая окрестность, точка в малой окрестности и отображение В2. Вот у этих тройков появляются. Я правильно напомнил? Да, совершенно правильно. Абсолютно правильно. Так, ну, а дальше такой приятный аккорд. Мы заведем два вектора. Два вектора. Фу! Извините, пожалуйста, я здесь путаюсь. Я думаю, что уже все не любили. Два вектора мы заведем сейчас. Совершенно замечательных. Е1 равняется следующему. Вот тут мы сделаем следующее. Дело в том, что у меня есть еще обратное, конечно, отображение, правда? Фу! минус первый. Я для этого специально попросил, чтобы оно было, как правильно написать так, наверное, взаимно однозначно. однозначно. Но на самом лимитическое слово, правильное слово объекция. То есть, соответственно, у каждой точки здесь, наоборот, есть точка здесь. Тем самым, если у меня есть, если у меня есть точка ай-яй-яй, х, у в арту, то есть, соответствует фи-минус первый от х и у в нашем пространстве х. Правда? Я могу и по точке здесь, по координатам найти точку здесь, и по точке найти ее координаты. Но это, естественно, как мы пользуемся картой. Вы стоите на земле, и вам навигатор говорит ваши координаты. Дальше вы смотрите на карту, нажимаете на точку, и ищете, где она вокруг вас на земле. Ну, два действия достаточно понятных. Есть два вектора. Фи-1 отвечает такому классу кривых. Ну, естественно, это Е1, прошу прощения, может быть, это плохо написано, плохая буква, Е1. Это вот, что я вот здесь напишу, формула, она будет выглядеть ужасно. ну, но это все сразу будет понятно. 0, T. И Е2 это то, что соответствует... Нет, тут я перепутал, хотя тоже ничего неправильного в этом нет, оно просто будет лучше выглядеть так. T0 и 0T. Вот, у меня появились два вектора. Что это из вектора? Давайте нарисуем картинку. Вот я все X рисовать не буду, оно какое-то большое, вот это все X. Вот здесь у меня есть моя окрестность U. Я ее сейчас замазюкаю. Теперь она отобразилась. Вот здесь у нас пространство с координатами X и Y. И она отобразилась во что-то тут отображением φ. У нас тут получилось вот что-то такое. Назовем например V, которая φ от U. Теперь если вот здесь есть точка π, здесь конечно есть точка φ от π, но мне удобно считать давайте я на всякий случай взяду дополнительное правило, просто мне так будет приятнее жить. Давайте я добавлю здесь дополнительное правило. Какое же правило, в каком месте я хочу добавить. Я попрошу следующее, я просто попрошу следующее, добавлю условия. совершенно необязательно, просто для удобства, что φ от P это точка 0,0. Мне удобно, чтобы моя точка, которую я выделил, она была как бы началом координаты в клином пространстве. Вот. Да, вот с этим условием нам будет чуть-чуть проще все писать. Так, вот, значит, теперь по каждой точке здесь, вот если у меня здесь точка с координатами x, y, то по ним, вот, у меня здесь x, здесь у меня есть y, и по ним у меня появляется точка A, которая это φ минус 1 от x, y. Единственное, что, ну, чтобы согласовывать улучшим, у тебя справа точка 0 не влезает на полу и область, а в общем хотелось в свои оговорки. Что еще раз? Ну, точка 0 0 справа у тебя не влезает. Да, 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 ой, 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 Волька совершенно прав, совершенно прав, большое спасибо, на самом деле, давайте поправимся чуть-чуть, да, 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 это все исправимо, вот так будет у меня теперь, и вот эта точка будет φи от π, совершенно верно, спасибо большое, имеет координаты 0,0. Вот. Мы сейчас все исправим. Поправимое дело. Вот. И теперь вот вся эта у нас область. И вот здесь вот. Вот так вот. Вот теперь лучше стало? По-моему, да. По-моему, это лучше в таком моменте. Да, да, да. Не согласованность была. Совершенно верно. Вот. А теперь у нас у каждого вектора, у вектора есть координаты. Так. У вектора есть теперь координаты. Вектор В имеет координаты В1, В2, потому что он равняется В1, Е1 плюс В2, Е2. И вот у нас у векторов появились координаты. У векторов в этот самый вьюм? Нет, это вектора ВП. В ВП. ВП это точка? Да, ВП это точка. Вот у векторов появились координаты. ВП появилось, во-первых, два вектора появилось здесь. У нас, мы разбогатели, у нас есть два вектора. Е1, Е2. И они зависят от... Они зависят от ФИ? Нет, они, конечно, зависят от ФИ. Вот а формула. Здесь ФИ обратно не фигурирует. Эти вектора... Давайте напишем, что такое эти вектора. Это, кстати, очень нам пригодится. Производная ФИ, примененная к Е1, есть вектор с координатами 0,1, то есть это дифференцирование по Х, вектор с координатами 1,0, прошу прощения, который является производной по Х. Ну, и то же самое с Е2. Е2 – это вектор с координатами 0,1, производная по У. Иначе говоря, вот у меня сейчас здесь будут голубенькие кривые, вот в направлении Е2 выходят кривые, их класс переходит вот в такой класс. А в Е1 тоже есть кривые, они у меня будут зелененькие, и переходят они вот в такой класс. Вот такая у меня цветная картинка получилась. И теперь у вектора появились координаты. Вот такая у нас есть радость жизни. И, наверное, учитывая поздний час, я на этом перерывусь. Спасибо, Гимн, на рассказ. Я хочу на технический вопрос. Вот есть ли какая-нибудь книжка, ну, на русском языке, но, например, нефициально, где вот этот подход у меня не излагается? Митклическая геометрия, это, скажем так, вот этот, есть ли базовый подход? Ну, есть книга, которая теперь стала классической, и даже получила самую престижную премию, Стилл Горой Парайс, которая с тремя авторами, два из них Бурага, я и мой отец, и третий, мой ученик, Сережа Иванов. Это большая книга, курс метрической геометрии, там это изложено систематически. Есть много других книг, где это систематически изложено. Есть книга Джона Милнера, есть книга Чигира Эвина, есть куча учебников, есть книжка у Нила, есть много книг, где это изложено с разной детальностью и так далее. И, ну, поскольку мы сейчас уже в 23-м году, 21-го века, то я рассказываю на том уровне современного упрощения, до которого тут удалось довести. Эта теория превращается в то, что раньше рассказывалось в течение семестра, я могу рассказать за полтора часа, и у нас появляется вся современная технология на уровне совершенно элементарных формул. И еще на всякий случай, просто как определение, как определение. Е1 пишется ДДХ, Е2 пишется как ДДУ, наш вектор В, есть В1ДДХ1, плюс В2ДДХ2. Заодно я определил, что такое частное производство. Они просто появились за бесплатно. Ну, вот, наверное, учитывая на самом деле позднее время, тем более, что я еще собираюсь сегодня с моими беженцами съездить в Харрисбург, а затем немножко столицу штата. В большинстве штатов столица не является самый большой город, или что-нибудь достопримечательное в этом смысле. Например, Филадольфия не столица Пенсибании, а столица Пенсибании, городок Харрисбург, недалеко отсюда. Но там, тем не менее, полноразмерная капитуля, полагается. Вот. Ладно. Наверное, я сейчас остановлюсь и до следующего... Так, что-то мне произошло. Ага. Ну, понятно. Я еще, кто может, умудрился выкручить свой компьютер. Ну, ладно. По ошибке просто. Ладно. Вот. Ну, наверное, он сейчас уже совершенно не нужен. Так. До следующего выходного есть время постараться переварить. Давайте туда. Поверьте мне, что это дело привычки. Как только к этому языку немножко привыкаешь, то предыдущий язык, который учили там в институте или в школе, он был таким громоздким, неудобным. Какие-то длинные формулы, какие-то дифференцирования, какие-то песновки пределов. Всего этого у нас нет. У нас здесь просто классы эквивалентности кривых. Есть движение вдоль кривой, значит, дифференцирование, которое тоже класс эквивалентности кривых. И все, все спрятано за этим языком, а при этом все совершенно формально и все работает. Ну, для меня тут важно, что понятие касательности выходит на первый план. Как только оно есть, как только понятие касательности есть, все остальное достается добровольно. А касательность, это замечательный опытный факт. Вот, где мы говорим, тут много как бы такого абстракта, но не кого-то шагирует. Но этот институт, там, кстати, разделы национальные числа, но там, где меня определить бесподобность, только пары, классы, и волюбинцы, вот, уже там это что-то, я уже не должен какие-то руки требоваться, которые уделить национальные числа, тоже строгие определения, они весьма громоздкие, как и здесь, излучало, если так строгое научное определение общественного числа, то нормальный, беспреклассник, на этом постановка, как бы, равна новая работа, примерно, как миллиарды, галактические формулы. Вот. но, тем не менее, тут методолекачество базируется на потоке, которое на самом деле есть только поток, точка, вот эта методика, а внутренне, сложное явление, если на уровне, а касательно, вот эта точка, она будет. Вот. И любая, тоже, так, ну, куда, верность, это будет, несомненно, действовать. Вот. Уложения и умножения, они сложные. Не так быть. Ребенок быстрее осознает кривую, непрерывную, вот, чем складывать число. В твоем рассказе я вещественные числа и сочетание внутренней не принимаю как данные. У тебя на них базируется. Да, да. Я заговорил с Игорем вахтовки. Игорь, вы же подняли руку. Да, я руку поднял, я бы хотел высказаться, но там еще у Юрия какие-то идут параллельно. Ну, это наша судьба. Это наша судьба. Да, но меня нормально слышно, да? Да. Дима, правильно? Почему-то я слышу с задержкой. С задержкой. Так, ну, вот раз, два, три, сейчас нормально слышно? Абсолютно. Я с задержкой, а вы нормально. Я вот так поступлю. Так будет лучше слышно. Дима, вот такой вопрос. Если я правильно понимаю ситуацию, вы исходите из абстрактного предположения, что жизнь на самом деле сложна. Все, с чем мы имеем дело в реальном мире, это все кривое, сложное, многообразие и так далее. и переход отображения, скажем, на эвклидово пространство, на эвклидовую плоскость, это существенная идеализация, упрощение, сильно отличающаяся от реальности. И локально, когда мы берем, так сказать, гладкие поверхности, относительно гладкие поверхности, по крайней мере, мы сужаем область рассмотрения до таких размеров, при которых мы можем пользоваться таким приближением. Вот мы можем тогда, так сказать, производить отображение на эвклидово плоскость или эвклидово пространство, если о трехмерии будем говорить. Но это, так сказать, приближение. И вы хотите оперировать со сложными многообразиями, гораздо больше приближенными к реальностям, чем эвклидово. Да. Это верно. В принципе, это все верно. Но есть такая тонкость. Когда я ввожу систему координат, я не предполагаю, что область U маленькая. Я этим пользуюсь только в том смысле, что моя точка переходит в ноль, и реально все рассмотрение происходит вблизи нуля. Но, в принципе, U может быть большой, там могут быть очень большие искажения, ничего страшного в этом нет. Мы будем работать вблизи нуля, а так все остальное нас просто не волнует. это окраины. Вот смотрите. Как я понял еще из предыдущих разговоров, там на нескольких лекциях мелькали, уже возникали эти моменты, что понятие расстояния для вас, по крайней мере, является сильно неопределенным, зависимым от обстоятельств, там от, ну вот вы там изображали... Я занимаюсь этой формальной деятельностью, я предполагаю, что на пространстве X есть расстояние, которое можно мерить. Будь то тор или сфера, или... Опять же, можно мерить, если мы введем меру, а сама мера тоже требует, сказать, определенности. Предполагаем, что на этом пространстве есть расстояние. Я могу поговорить, как его обычно определяют, но самое простое, ну как мы меряем расстояние по Земле? Самый короткий путь с точки А в точку Б. Это не... Земля не идеальный шар, если там где-то по дороге стоит гора Эверест, то путь будет, видимо, в обход горы Эверест. И главное, что может быть два разных... Может быть, два разных путей одной и той же длины. Но я предполагаю, что я могу мерить расстояние между точками. Близко к одной точке, это очень похоже на эвклидовое пространство. Да, но в эвклидовом пространстве, как и на эвклидовой плоскости, расстояние между двумя точками, это отрезок прямой. Кратчайшее расстояние это отрезок прямой. Подразумевается, что и на поверхностях, ну, типа сферы или даже седло, то пусть там поверхности Лобачевского, но есть понятие диабетическое. То есть, опять же, кратчайшее расстояние между двумя точками. И там, в отличие от эвклидовой плоскости или эвклидового пространства, таких расстояний может быть не... Оно может быть не единственным, а, скажем, два варианта. Нет. Расстояние это число, никаких двух вариантов нету, а вот геодезических может быть несколько. Сейчас, минутку. Если мы берем расстояние между полюсами на сфере, то это расстояние равно Пи. Это число. Равно Пи это число, но, тем не менее, путь от точки к точке и в бесконечном множестве. Множество. Но я про эти пути ничего не обсуждаю. Мне нужно только число. А в эвклидовой геометрии путь и расстояние, ну, в общем, два тесно связанных понятия. Кратчайший путь и кратчайшее расстояние это просто синоним. На самом деле, есть теория, что если две точки достаточно близкие друг к другу, то кратчайший путь единственный. Поэтому они столь же хорошо связаны. Это нужно доказать. Но фрактальных не было. Где-то теорема в фрактальном мире совсем не обязательно будет. В фрактальном нет, но тем не менее, там есть, поскольку у нас все локально компактное, то там всегда есть кратчайшая тоже теорема. В фрактальном мире она может быть не единственная даже для близких точек. Ничего страшного. Мне нужно только расстояние. Я, собственно, к чему, что можно идти, и как мы в жизни реально идем от обыденных понятий, простых, как мне кажется, по крайней мере, простых. Расстояние можем измерять шагами, там, пальцами, руками и так далее. И постепенно переходить к вещам более сложным. В частности, к искажениям, к кривым путям. Я обычно имею расстояние руками. Я знаю, что у меня вот расстояние между двумя пальцами 20 сантиметров. И расстояние между другими пальцами. Довольно быстро имею расстояние руками без рулетки. Я на любой веревочный метр покажу с ошибкой в один сантиметр максимум. Ну, опять же, это вопрос превыски, вопрос знания своих размеров. Таких-то конкретных. Да. Но это же, в свое время, я, когда в школе инструкторов учился, туризма, и нам было такое занятие. Просто сделать обрез местности. Шаговую съемку. Просто вот пройти шагами и нарисовать на бумаге. И когда мы это все проделали, каждый сдал своему шефу листочек. И мне, мой Игорь Суворов, говорит, ну, я пятерку тебе поставлю, конечно, но я не верю, что это ты сделал реально. Шагами измерял. Но у меня просто было настолько отточено, у меня шаг был калиброванный. То есть, я знал, в зависимости от скорости движения, сколько я там за сто шагов, какое расстояние прохожу. Ну, вот хобби такое было. Все было отточено. Мне было страшно, неудобно, что меня обвинили в жульничестве. Но, с одной стороны, это было приятно, что, так сказать, он настолько удивился точности этого абриса нарисованного. Значит, вот, шаг действительно был калиброванный. А, с другой стороны, неприятно, что публично при группе, так сказать, меня заподозрили в жульничестве. Но факт в том, что многие вещи, к которым мы привыкаем, они нам кажутся очень простыми, элементарными. Отмерить там метр или там пальцы, знать, сколько, какое-то расстояние. А другое дело переходить потом в сложные вещи, когда там вот мы говорим не просто о расстоянии, а расстоянии в гору или расстояние с горы или, ну, и так далее. Или попытаться с закрытыми глазами проехать где-то в автомобиле по местности и сказать потом, где мы проехали, на каком расстоянии мы свернули, на какую улицу мы проехали, ну, и так далее. В принципе, это все тренируемо, и один это сделает достаточно точно, а другой скажет, о, не, я уже вообще абсолютно не понимаю, где мы едем. И вот вопрос к тому, как правильнее лучше идти, на ваш взгляд, по крайней мере, по учебнику вашему, я понимаю, что вы, ну, по крайней мере, мне кажется, что это не лучший подход, идти от простого и от обыденных понятий к сложным или сразу попытаться отбросить все, как бы, интуитивные представления, все привычки, все бытовые, и вот попытаться сосредоточиться на абстрактных многообразиях, на абстрактных формулах, и если, так сказать, вот вы их усвоите, дальше мы будем шагать семимильными шагами по сложным понятиям. В том-то и дело, что с одной стороны верно, если их усвоить, то можно шагать семимильными шагами по сложным понятиям. С другой стороны, при этом не нужно отрываться от реальности и для конкретных ситуаций желательно уметь построить нужное пространство и все эти абстрактные объекты по реальному. Это будет математическая модель. Конечно, конечно, с одной стороны любое изучение реальности сводится к тому, что мы сначала строим модель, потом изучаем эту модель. Сейчас мы предлагаем варианты, как устроена модель и как ее изучать. Вот. Мы можем поговорить об этом, можем просматривать какой-нибудь маятник или что-нибудь еще такое, и посмотреть, какое там появляется пространство, многообразие, какие там векторы или не маятник, а еще что-нибудь более интересное, сложное. Двойной маятник. Есть всякие разные стандартные модели, для которых все это можно построить. Но, в принципе, сейчас мы создаем язык для изучения этих объектов. И, в частности, мы увидим, что производным соответствует матрица. Вот это будет очень принципиальный для нас момент. Ну, Дима, я все-таки обережуя будущее, чтобы не забывать некоторые из нас, как они знают, как имена фазма, как склады, понятно, матрица, клинение, образование, надеюсь, немножко об этом. Все будет, я исхожу с нулевых, я исхожу с нулевых знаний. Вот. Я надеюсь, вот. Ну, а здесь вот, что вот, по поводу ваших деприкнигер, я скажу, что, вот опять-таки, меня все-таки вопросов, а что такое простое обыденное? Вот для меня, мне кажется, для ребенка проводить непрерывные мнения, малюки какие-то, занятие простое и обыденное, а по сантиметру он еще ничего не знает. Вот. Для ребенка понятие вот что-то касается, касается, там, каску на стол, каску на стол, вот, оно вот просто и естественно, а вот перемножать и уделить два числа, вот и нет. Больше того, простой обыденный собственный палец у ребенка изменяется и довольно быстро. Поэтому, как я вот не отстаю напоминать, то такое простое обыденное, это на самом деле вот не простое обыденное. И я вот стану, да, понятие непрерывности, оно вот простое и обыденное, от этого не пойдет, не уйдет. Вот. А понятие касания простое обыденное, даже симметрия, моя любимая, она замечательно воспринимается правильно, но это не является чем-то простым и обыденным, как тем мы не можем простое обыденное левый фасмак совместить с правым. Поэтому тут симметрия сложнее. А операции с числами это совсем непросто. Как непросто это возникает какого-то возраста и особо нужны. Ну, ладно, я вот углёпся. На самом деле, если говорить честно, мы сегодня, по-моему, побили рекорд отсидел здесь три часа. Да, да. Мне бы надо выезжать со своими беженцами в Харрисбург и обещал с ними съездить. Так что давайте мы на сегодня перервемся, считая, что уже рекорд побит, так или иначе. Дима, спасибо. В любом случае, спасибо. Да, я думаю, надо отпустить. Надо, так надо. Я им обещал, значит, соответственно. Увидание от Дима и, соответственно, что ты, наверное, всех закроешь. Ну, кто-то хочет что-то сейчас лучше сказать. Мне все молчат, значит, нам можно сейчас закрывать. Ну да, типа, караулу стал. Всем спасибо, всем удачи. Караулу удачи. Невход ссылаться на эти цитаты, это точно неестественно. Ну, наверное. Обновлять не будем ссылаться на эти цитаты. Будем обновлять. Хорошо. Ладно. Тогда до встречи. До следующего успешения. Всем всем до свидания. До свидания. До свидания. До свидания.